Всем привет! В эфире программа «Овертайм» и сейчас вы узнаете о значимых спортивных событиях в жизни Полевского. В студии Максим Исаенко. Поехали! На стадионе Труд в рамках 18-го тура чемпионата Свердловской области по футболу среди команд первой группы Северский Трубник принимал соседа по турнирной таблице Горняк Евраз из Качканара. Хозяева перед этой встречей шли на седьмой строчке, гости занимали восьмую. Команды начали бодро, да и чего ждать от атакующих коллективов и даже 15-очковое отставание Горняка от Северского Трубника в турнирной таблице не должно было вводить в заблуждение. При первой же возможности Качканарцы шли в атаку. А уже на 17-й минуте хозяева открывает счет. Подачу с углового замкнул Артем Паршуков. На 28-й минуте сольный проход Егора Зайнова, накрутившего трех защитников Горняка. Закончился нарушение на нем правил игроками гостей. Пенальти вышел бить Артем Паршуков, но переиграть голкипера не сумел и счет не изменился. До перерыва Трубники растранжирили еще несколько практически стопроцентных моментов. У гостей был только один по-настоящему голевой момент. Но хозяев выручил вратарь Алексей Солосин. Я считаю, не хватает темпа. Очень медленно переходим из обороны в атаку. Если что добавим в темпе, то, я думаю, сможем забить. Я считаю, что команда обученная, молодая, хорошо бежит. Очень образованный у них тренер в своем деле. Поэтому, я считаю, команда играет организованно в защите и на своих контратаках пытается свою игру навязать. Во втором тайме Трубники продолжили создавать опасные моменты, терзая оборону гостей. Но до 63-й минуты вратарь Качканарцев справлялся со своей работой. А затем был назначен второй пенальти ворота Горняка за игру рукой в своей штрафной. Иван Верещагин с 11-метровой отметки перехитрил стража ворот 2-0. На 71-й минуте в безобидной, казалось бы, ситуации Горняку удалось забить. Отличился Евгений Починигин. Забитый мяч придал уверенности гостям, и они начали давить при поддержке своих немногочисленных, но громких болельщиков. Но на 84-й минуте атакующий пыл Горняка был сбит Львом Карповым, восстановившим Горняка в два мяча. А уже в добавленное время свой дежурный гол забил Радик Аслямов, поставив точку в матче 4-1. После пропущенного гола, вы правильно подметили, появилась небольшая нервозность в наших действиях. Но, слава богу, забили быстро третий гол. И потом опять игра вернулась под наш контроль. А так, в принципе, игра проходила под нашим контролем. Вот этот только отрезочек после пропущенного мяча, и но нашего третьего забитого, немножко был не за нами. Можно сказать, что как раз в замене сыграли? В замене, безусловно, сыграли. Радик у нас, как Олегон Расульшер, уже выходит, забивает каждую игру. Да, ребята, которые вышли на замену, благодарен, молодцы сегодня. Можешь сказать, что сегодня это подарок вратарю, у которого накануне родился ребенок? Безусловно, да. У нашего вратаря замечательного человека, Алексея Слочина, родилась дочь Таисия, поэтому мы его поздравляем и хлопаем. Ну и наконец-то, дай бог, сегодня покинем злосчастную седьмую строчку. Да не говорите об этом, я уже замучился открывать таблицу, видеть седьмое место. Будем надеяться, будем надеяться, что покинем и больше на нее не вернемся. Сильно не увидел, чем-то команда Северского трубника отличается от нашей. Да, наши ошибки, собственно, где-то привели к этому, потому что, наверное, уровень исполнителя немного пониже, чем у трубника. Там есть, скажем так, люди, которые могут забить, могут реализовать моменты. Не хватило, наверное, прежде всего человека в штрафной площади, который бы исполнил такую роль, скажем так, киллера. Потому что прострелы-то после счета 2-1 вы видели, еще было пару моментов, когда Ваня Куликов простреливал. Но, к сожалению, получилось так, что он простреливал, а его там самого-то не было. И у нас сейчас мы в последних матчах очень мало забиваем. У нас, по большому счету, вообще дефицит нападающих во всей России, дефицит нападающих. А у нас, тем более, мы ищем того человека, который будет забивать. Но, к сожалению, пока у нас есть там Ваня Куликов, который, там, едва человека, там, Веприв и Тепушин, которые рядом тоже подносят снаряды и тоже забивают. Но, к сожалению, в этом году они забивают очень немного, всего 4 мяча. У лучшего марнира команды это очень мало. Следующий домашний матч «Северский трубник» проведет уже в предстоящую субботу, 17 сентября, против екатеринбургской команды «Урал-Уруфа». Игра пройдет на стадионе «Школьник», начало в 15.00. На стадионе «Труд» прошел традиционный спортивный праздник, посвященный Дню народов Среднего Урала. Мероприятие собрало более 70 человек, которые в дружеской обстановке соревновались в различных национальных видах спорта. Очень знаково, что именно в Полевском, который славится своими спортивными успехами, зародилась новая традиция проводить подобные спартакиады дружбы народов. И вот уже пятый год подряд в нашем городе прошли данные соревнования. Сегодня особенный день. Сегодня день, когда мы уделяем внимание не просто физкультуре и спорту, что очень важно, но мы сегодня уделяем внимание именно национальным видам спорта. И с большим удовольствием посмотрим на то, как наши представители разных единоборств, направлений спорта занимаются, и продолжают традиции наших отцов и дедов, и прививают эти традиции нашим детям. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что в единстве народов сила России. С праздником! Одновременно на разных площадках проходили состязания по национальным видам спорта. Блиц-турнир по мини-футболу «Дружба народов», посвященный памяти Николая Авакова, дартс, лянга, бег с палкой в руке. Также все желающие приняли участие в настольных играх народов мира. Большой рашфор, кульбута, джакала, корнхолл, гольф-бросок. Присутствовавший на мероприятии заместитель министра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев тоже попробовал свои силы в некоторых видах спорта. Физическая культура – это часть культуры общества. Если мы на сегодняшний день, каждая народность презентует свою идентичность через культуру, то физическая культура не должна оставаться в стороне. То, что в Полевском уже не первый год проходят соревнования, я уже сегодня благодарил и главу, и организаторов этих мероприятий, потому что действительно Полевской – это город с большими спортивными традициями, с высокими спортивными результатами, с наличием спортсменов высокой спортивной квалификации, но и с достаточно серьезным уровнем развития массового спорта на территории муниципального образования. Дружба, дружба, но во время спортивных баталий все превращались в соперников. Особенно участники мини-футбольного турнира. Каждый год команды, участвующие здесь, настроены очень серьезно. Мы ждем первое место. Просто больше нет у нас ничего. Второе уже как поражение будет? Да, второе. Для нас положение. Мы только первое место. Пришедшие могли посоперничать в ловкости, сообразительности, скорости и меткости. Даже люди без специальной спортивной подготовки могли прийти и попробовать свои силы, а, как говорится, новичкам везет. Поэтому могли, если не победить, то попасть в призы. Мы очень хотим, чтобы подобного рода мероприятия распространились и на другие города нашего региона. Потому что, ну, очень классно. Сегодня классная погода. Люди, вместо того, чтобы дома спать подольше, нужно просто прийти сюда и поучаствовать. Участвовать могут все. Попросать мешки – это же несложно. А вдруг кому-то повезет и достанется приз. Ну, я видел, сами попробовали. Как получилось? Обязательно, да. Я хорошо загнал только шарики. И сейчас попробую себя на дартсе. Может быть, там у меня что-то получится. В итоге в мини-футбольном турнире, который по традиции вызвал немалый ажиотаж, верх взяла команда под названием «Армения». Подготовка у нас была две недели всего. То есть, подготавливались ко всем соревнованиям сразу. В общем-то, все. А в каких-то еще видах спорта участвуешь сегодня? Да, конечно. Бег с палкой, национальные игры, настольные будут. Во всех будем участвовать, будем принимать чести. Какие-то положительные эмоции, все равно какие-то новые знакомства, сплочение народа все равно. Здесь все-таки главная победа или дружба? Дружба народов важнее будет. Также футболисты попробовали свои силы и в других видах спорта, представленных на Спартакеаде. Повышенный интерес вызвала лянга, набивание валанчика. Но далеко не все с этим успешно справились. Ребят, попробовали силы в лянгу. Как вообще получилось? Слабоватенько, но можно, если стараться. Если постараться, то можно сделать панч. Привыкнуть надо к нему. Его чувствовать, то можно. Труднее, чем мячом набивать, да? Намного труднее. Его ветром тоже уносит. Это все зависит от ветра и способностей человека, по идее. От обуви тоже зависит. Сколько получилось начеканить? Четыре. У меня два. В остальных видах спорта хоть и были победители, но можно в очередной раз сказать, что именно здесь победила дружба. Дружба народов. Полевской становится столицей корпоративного спорта трубно-металлургической компании. Вслед за баскетбольным турниром теперь в нашем городе впервые пройдет турнир по мини-футболу среди руководителей подразделений предприятий группы ТМК и группы Синара. С 16 по 18 сентября на стадионе Труд будут проходить игры. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировок Полевской сборной и узнала, как наши земляки готовятся к столь ответственным соревнованиям. Около двух месяцев сборная Полевского ведет подготовку к домашнему корпоративному турниру по мини-футболу. Отрабатывают на тренировках не только какие-то стандартные положения, но и готовят для своих соперников несколько домашних заготовок. На тренировках полевчане играют двухсторонки, а также провели несколько товарищеских матчей с городскими командами. К сожалению, не усилились. Новая кровь добавилась, новые руководители, но я имею в виду не усилились с точки зрения, что нет каких-то там таких супермолодых талантов, которые зажигаются в некоторых командах. У нас довольно-таки стабильный состав, скажу, что возрастной, поэтому нам будет непросто в этом году. Главная задача на турниру полевчан – это выступить достойно. Игры обещают быть сложными, учитывая, что при жеребьевке в одну группу с нашими футболистами угодили действующие чемпионы – сборная Волжского. Сильнейшая на данный день команда. Я знаю, они еще больше усилились, приедут во всеоружии. Челябинский завод в прошлом году был первый раз, но сильная команда, мы с ними играли, сыграли мы с ними в ничью. Вот, команда «Наука» и «Екатеринбург», ну, у них уровень, я считаю, что где-то, наверное, примерно наш. Поэтому вот будет основная борьба вот между вот этими командами. «Волга» – безусловный фаворит нашей группы. Дома, как говорится, и стены помогают, поэтому родные болельщики, безусловно, будут придавать полевской команде сил и, возможно, помогут совершить некий футбольный подвиг, позволив пробиться в финал четырех сильнейших команд турнира, который пройдет в начале октября в Сочи в пансионате «Бургас». С тем составом, который у нас есть, конечно, надо нам, честно могу сказать, омолаживать коллектив, потому что 19 команд приезжают сильных, с молодыми ребятами, с молодыми руководителями, поэтому здесь придется попотеть. Шанс всегда есть, футбол же – это игра интересная, серьезная, и не всегда те победители, которые вроде как всегда побеждают, не всегда они могут выиграть в конкретной игре, поэтому посмотрим. Всего в турнире примет участие 19 команд. Им предстоит пройти две групповые стадии, чтобы определить, кто на данный момент больше других достоин поехать на финал в Сочи. Система построена таким образом, что случайных победителей здесь просто быть не может. Таким образом, четыре путевки в финальную стадию получат действительно сильнейшие коллективы. Только вдумайтесь, за три дня на стадионе «Труд» пройдет 69 игр в рамках корпоративного турнира по мини-футболу. Это не считая гала-матча «Восток-Запад», в котором также примут участие амбассадоры Российского футбольного союза. Вход на стадион будет свободным, погоду вроде как тоже обещают теплую. Так что приходите и наслаждайтесь футболом. Новую порцию спортивных новостей на нашем канале вы увидите ровно через неделю. А пока новости не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и polipskoi24.rf. На этом на сегодня все. Продолжайте заниматься спортом, где бы вы ни находились. Смотрите овертайм, подписывайтесь на 11 канал в YouTube и наших социальных сетях, чтобы не пропустить самое важное и интересное. А также подписывайтесь на главный, да что там главный, единственный спортивный YouTube-канал Полевского держатель микрофона. С вами был Максим Исаенко. Пока!